Всем салют, друзья, с вами Руди, давайте получим классные бесплатные вещи в наш Роблокс Инвентат. У нас вышли очень классные лимитки, давайте я расскажу, как их получить. Некоторые получать очень просто, просто нужно зайти в нужное время и в нужное место. А также, конечно же, вышла лимитка Hello Kitty. Давайте после небольшой рекламы все расскажу, покажу. На сайте RobuxPeer появился новый метод покупки робоксов FastPass, благодаря которому робоксы приходят моментально. Теперь не нужно сидеть 5 дней в ожидании робоксов. Новый метод доступен только верифицированным пользователям, которые подтвердили свой возраст с помощью паспорта в Роблокс. А цена в методе FastPass такая же выгодная, как и в других методах. Чтобы пользоваться этим методом, у вас должен быть компьютер. Безопасность этого метода гарантирована и подробные инструкции есть на самом сайте, а также в группе ВК. Ссылки на новый метод FastPass, а также полную инструкцию я закрепила в комментариях под этим видео. Что ж, друзья, давайте начну видео с этой лимитки. Смотрите, виниловая пластинка Dreamland. Она надевается у нас на спину. Выйдет она у нас сегодня, а сегодня это 7 января. Выйдет она у нас в этом ивенте. И обратите внимание, что в этом плейсе скоро выйдут еще лимитки. Вот такой вот рыцарский шлем и такая коробочка. Ну, прикольные вещи на самом деле, интересные. А самое главное, что нам нужно сделать, это то, что мы просто зайдем в этот плейс и заберем эту лимитку. Короче, давайте начнем с того, что мы должны вступить в эту группу обязательно. Да, здесь будет Join Group. Ссылку на звание на группу я оставлю в комментариях, закреплю. А потом, смотрите, 7 февраля, я что, января сказала? Февраль, да. 7 февраля, то есть сегодня, 4PM East, вот в это время нам будет доступна эта лимитка, вот эта пластинка. Мы тогда быстренько заходим в этот плейс. Здесь у нас такая страничка выскакивает. Мы нажимаем кнопочку бесплатно вот эту. И здесь пока находятся прошлые лимитки. И вот сегодня загрузится будет эта лимитка, пластинка. И будет кнопочка претензия. Вы просто ее нажмете. Всего будет копии 2000. Да, соглушусь, это очень-очень мало. Но я думаю, что стоит попробовать получить. Кто успеет, того и тапки так. То есть, чтобы получить эту лимитку, мы должны сначала вступить в эту группу. Потом вот в это время, 4PM East, а это 12 часов ночи по московскому времени. То есть, в ночь со среды на четверг, с 7 по 8, вы заходите в этот плейс и забираете лимитку. Вот. Ну, а далее давайте посмотрим 8 февраля в это же время, да, 12 часов ночи. То есть, с четверга по пятницу выйдет этот рыцарский шлем. И с 9 февраля, пятницу по субботу ночью, 12 часов ночи, по московскому времени, выйдет эта коробочка. Также будем заходить и забирать. Сколько, кстати, будет копии вот этих вещей, я пока не знаю. Итак, друзья, у нас скоро будет доступна вот такая голубая круговая корона сладостей. Такая прикольная корона. Ссылочку оставлю, можете примерить. Сколько копий, пока не знаю. Будет доступна в этом ивенте, где мы будем с вами просто крутить колесо фортуны и надеяться на удачу. Скорее всего, конечно, копий будет немного. Итак, мы зашли в этот ивент. И давайте нажмем на значок спин. И здесь у нас вот есть в наличии такая корона. Правда, осталось 3 штуки всего. А скоро написано выйдет эта корона. К сожалению, я пока не знаю, когда она выйдет. Скорее всего, сегодня или завтра. Так что, можете заходить в этот ивент, следить, когда выйдет эта корона. И можно попытать свою удачу. Нажимаем на этот спин, потом на эту корону. Да, допустим, красненькую. И вот здесь спин. И вот тут крутится. И ждем, что же нам выпадет. Вот так вот можно сидеть и выбивать. Конечно, кому-то повезет, а кому-то не повезет. Вот. И также, когда выйдет вот эта синяя корона, тоже нажмете и будете ее выбивать. Я желаю вам, конечно, огромнейшей, огромнейшей удачи. Также, друзья, у нас сейчас доступна вот такая шляпа. Но прежде чем получать, я советую ее примерить. Допустим, на моих волосах она, ну, совершенно не сидит. Помните, я думаю, что на маленькие короткие волосы будет смотреться неплохо. Всего 2000 копий, и там мы тоже должны надеяться на удачу. Получать в этом ивенте сейчас расскажу, что делать. Итак, мы зашли в этот ивент. Давайте нажмем на эту кнопочку подойти на давательный UGC. Чтобы получить эту ковшовую шляпу, мы должны крутить колесо. Так, давайте нажмем на эту кнопочку вот в диспин. Колесо у нас наверху. Нажимаем, и вот у нас кнопочка вращайся. Поехали. Вероятность выпадения 1%, конечно. Следующий спин я могу сделать через 1... Чего? Через 12 часов? Завтра, что ли, смогу сделать? Короче, ладно, друзья. Хочу пожелать удачки. Если будете проходить этот ивент тоже, пишите в комментах. Интересно будете выкрутить этот спин. Раз в 12 часов заходить и крутить это колесо. Это издевательство какое-то. Друзья, у нас вышло вот такое вот шикарное платье от Hello Kitty в честь лунного нового года 2024. Это целый костюм, посмотрите. Он просто нереальный. Ну, во-первых, давайте скажу, что всего будет 50 тысяч копий. То есть, как всегда, много. И будем получать, конечно же, в этом плейсе. Итак, друзья, давайте с вами нажмем на эту кнопочку в Limited UGC наверху справа. И здесь у нас 4 задания, чтобы когда мы их выполним, мы получим этот классный костюм. Итак, первое задание мы должны достигнуть 30 уровня. У меня оно, кстати, выполнено. Галочка стоит. Чтобы достигнуть 30 уровня, мы просто должны играть и развивать свое кафе. Я думаю, что вы знаете, как это сделать, потому что я уже много раз про это рассказывала. Но могу потом напомнить еще. Второе задание. Обслужите 3000 клиентов в вашем кафе. Ну, начиная с этого дня, да, с этой минуты. Вот сейчас мои клиенты ходят и немножечко обслуживается кафе. Тут здесь написано, что уже 30 человек я обслужила. Ну, с этим, я думаю, все понятно. Третье задание. Купите 6 санрио персонажей. И, кстати, я вам скажу, что это еще даже с прошлого задания. Вот у меня тут 3 куплено. Я дальше не покупала. А кто прошлый ивент выполнял, у того оно должно быть сделано. Короче, это вот эти самые наши официанты, которых мы приобретаем вот в этом терминале за кристаллы. Покупайте тикеты и вам выпадает какой-нибудь из этих официантов. Так вот, вам надо, чтобы вам выпали не обычные люди, да, а вот именно вот эти кто-то из этих персонажей. Любой. Давайте я сюда вот нажму слева на значок Китти, чтобы посмотреть, какие у меня там персонажи, да. Посмотрите, вот раз Китти, у меня клубничка 2 и кто тут еще у меня. И пингвинчик 3. Так вот, надо, чтобы таких было 6 персонажей. Вот, ну так в основном выпадают мне люди, конечно. Ну, чтобы купить эти самые тикеты, да, чтобы выбить этих персонажей, нам нужно собирать кристаллы. Один тикет, 200 кристаллов. Я уже тоже про это снимала видео, как их получать, да. Ну, во-первых, давайте откроем этот значок Spin Wheel. И здесь у нас каждые несколько минут мы можем крутить колесо. И здесь выпадают, видите, кристаллы всякие, может тикеты выпадут и еще что-то. Далее можете открывать вот такие сундучки, они разбросаны по всей карте. Можете по всей карте их искать, они разбросаны. Сюда нажимаете и вот тикет, сейчас я открою. И мне попалась тетя, конечно, мне не персонаж. Персонажи, конечно, выпадают редко, не так часто. Вот, также можно зарабатывать кристаллы, играя в мини-игры. Вот эти мини-игры здесь. Вот здесь у нас есть такие порталы, зайдя в которые мы играем в мини-игры и зарабатываем всякие конфетки. Потом эти конфетки мы обмениваем на самые вот эти тиксы, кристаллы и так далее. Так, и давайте посмотрим, что же у нас за задание четвертое. Нажимаем. Здесь написано, что мы должны для нашего кафе купить тематику лунного нового года. Это чтобы наше кафе было в тематике лунного нового года. Давайте сюда поедем, в эту сторону. Здесь у нас такой кружочек, сюда остановимся. И вот, вы должны купить вот этот самый фасад, эту тему лунного нового года. За 2000 кристаллов. То есть, да, нам нужно сейчас развивать наше кафе по полной, чтобы у нас собиралось больше кристаллов. Для того, чтобы мы открывали наши персонажи Санриода. Ну и нам будут засчитываться в это время кристаллы. А именно 2000 нужно собрать. Давайте я вам оставлю ссылочку под этим видео на мое другое видео, где я подробно рассказываю, как играть в эту игру. Хотя, в общем-то, я вроде все рассказала, но может быть там еще есть какие-то нюансы. Коды там я оставляла какие-то. Может они работают. Ну что же, друзья, когда выполните все эти четыре задания. Наберете 30 уровень. Обслужите 3000 клиентов, которые сами там обслуживаются. Купите 6 персонажей Санрио. И купите тему лунного года на фасад вашего кафе. И нажмете претензии. Да, за один день эту лимитку, конечно, не получить. Но думаю, что за 2-3 дня, наверное, можно. Ну что же, друзья, я надеюсь, что какую-нибудь лимитку, про которую я сегодня рассказала, вы получите. Желаю вам в этом удачки. Согласитесь, некоторые вещи очень даже качественные. Ну а с вами была ваша Руди, канал Кексович. Всем удачки, всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok